Про героя. Так называется областная акция, посвященная 75-летию Великой Победы. Она стартовала сегодня ровно за 100 дней до 9 мая и продлится до 31 марта. Все желающие смогут увековечить память о своих участниках военных событий. Как это сделать в нашем следующем материале. Открыла марафон победных историй детская библиотека имени Гайдара В рамках областного проекта про героя в читальном зале развернулась особая арт-зона. В этом интерьере каждый желающий сможет рассказать историю про своего героя Великой Отечественной войны. Для Алины Челенгарян это ее прапрадедушка Яков. Мой прапрадедушка Яков Степанович Пялкин воевал в Илоколамском фронту. Также его брали несколько раз в плен, но все же он пришел домой и я очень горжусь моим прапрадедушкой. Сегодня свои истории записывали ученики восьмого класса первой гимназии. Ребята признаются подготовка к акции. Настоящий стимул узнать историю своих предков и сохранить ее для следующих поколений. Я решила позвонить своей бабушке и спросить у нее был ли кто-то, кто воевал на войне. И вот недавно я узнала о моем прапрадедушке, который воевал. Это забывать нельзя, потому что история постоянно переписывается и надо хоть какую-то крупицу помнить об этом. Организаторы регионального проекта про героя на местах – окружные музеи и библиотеки. В кляну инициативу поддержат 14 библиотек и музей-усадьба Чайковского. Они отвечают за техническую сторону. А вот каждому участнику необходимо подготовить короткий рассказ о своем герое. Еще раз обращаюсь к нашим жителям. Это уникальная возможность рассказать об участниках Великой Отечественной войны, членах каждой нашей семьи, о тружениках тыла, детях войны. Нужно подготовить текст четкий на одну минуту и рассказать его наизусть. Нужно подготовить фотографию своего родственника. Мы ее отсканируем и пошлем для участия в этой акции. Видеоистории о героях «Бессмертного полка» войдут в фонды музейного комплекса «Зои Космодемьянской». Он откроется в Рузе накануне Дня Победы. С 3 по 9 мая все записанные материалы будут транслироваться в мультимедийном зале «Памяти и славы». Здесь установят панорамный экран с маленькими окошками для трансляции мини-фильмов. Так что воспользуйтесь шансом и расскажите всем про своего героического родственника. Акция продлится до 31 марта включительно. Галина Азарова, Александр Сидень, Никитакистанов, Новости дня.